Вот он еще раз это проверил на каком-то чистом металле. А поскольку проще всего было чистить в те времена ртуть, ртуть возгонишь, охладишь, так сказать, поры. Поэтому получается чистая ртуть. Он стал заниматься этим делом на ртути. И вот в 1911 году, 102 года назад, изучая сопротивление на ртути, он вдруг обнаружил при температуре 4,15 кг, а веский скачок сопротивления исчезла. Ну, это надо иметь в виду, что на эксперименте, конечно, резкий скачок – это понятие несколько такое отвлеченное. Вот, скажем, если смотреть, так, здесь очень температуру откладывается, здесь сопротивление, то не надо думать, что вот оно как-то закрепит, потом пац, абсолютно вертикально. На самом деле, это скачок несколько размыт, на размазу. И середина, так сказать, за критическую температуру перехода, пронимается в то место, где примерно сопротивление уменьшилось два раза по сравнению с экстраполяцией. Значит, это точка ТЦ. Там, где оно падает примерно на 10% ниже экстраполяцией. Называется ТЦО. От слова СО. НЦ. Начало, наступление. А там, где эта штука примерно 90% от экстраполяцией в углу. Это место называется ТЦ. Е. Э. Значит, вот эта разница между началом и концом – это размытие сверхпроводящего перехода. Опыты показали, что чем чище образец, чем меньше в нём дефектов, вот это размытие меньше. То есть ширина этого размытия очень сильно зависит от наличия, так сказать, нарушений, то есть наличия решётки, связанной с примесями, с дефектами типа дислокации и так далее, и так далее, и так далее. И вот, когда открывали высокотемпроводную сверхпроводимость, в первых образцах это размытие на пареевой герамике было порядка, из-за того, что там возникало несколько фаз, близких по составу, это размытие было порядка 5-6 градусов. Поэтому, значит, долгое время, какое-то долгое время не признавали, значит, что это переход, не переход и так далее. Но в настоящее время для хороших высокотемпературных сверхпроводников считается, ну, их, скажем, температура порядка 70-7, скажем, возьмём температуру жидкого азота, хорошее размытие, если порядка 0-7. Вот такая вещь. Что происходит в этот момент? Скачком исчезает сопротивление. Ну, а как доказать, что сопротивление-то равно нулю? Ну, и Камерлин-Конус, ещё тогда, назовея ли, 20-го века, придумал хороший островный эксперимент. Он сделал такую штуку. Он сообразил, что вот можно построить опыт такой, примерно, схемы. Ну, вот, примерно, давайте сделаем кольцо из сверхпроводящего элемента. Какого-то, скажем. Из свинца, олова, холодной втуки, всё ниже, так низкая температура. И давайте сперва возьмём температуру чуть повыше энергетической температуры, это С. Введём сюда, значит, в это отверстие этого кольца, ну, конец магнита. Значит, здесь, естественно, возникнет магнитный поток. Ну, всё, пока выше температура перехода. А рядом поместим стрелочку бомбоса, которая будет, естественно, ориентироваться по направлению земного магнитного поля. Затем сделаем следующую вещь. Понизим температурой, ниже ФЦ. А вот этот магнит возьмём туда и вынимаем подальше. Что произойдёт? Когда мы вынимаем магнит, по принципу Ленца должен сохраняться магнитный поток. Откуда этот магнитный поток возьмётся? Этот магнитный поток возникнет из-за того, что при, как сказать, внимании магнита вы в кольце, значит, начинаете, возникает сверхпроводящий ток, который генерирует своё поле. Это, кстати, эквивалентное удрано магнитному полю. Ну, естественно, стрелка компаса, значит, теперь чувствует магнитное поле этого текущего тока по кольцу и перестраивается в направлении от этого. Ну, значит, камеролин-комбас такую, примерно, схему разработал. Ну, так, вот там, придётся какого-то магнитного поля, ну, ладно, не будем детализировать. Посмотрел несколько дней, стрелочка стоит. Потом съездил с такой установкой в Париж, тоже стоит. Потом взял, переплыл через Ченнел или Ла-Манш, приехал в Брондон на заседание Ковалевского общества. Показал, всё, стрелка не меняет ориентации на образец. Ну, и, насколько я знаю, где-то читал я в литературе, что где-то в середине прошлого века в одной из лабораторий ставили такой эксперимент, подсоводили такую установочку и аспиранта заставили заливать в Дюаро жидкий гелий. Ну, и, значит, история длилась полтора года, никаких изменений в положении стрелки не происходило. Это значит, что ток, который так загенерировали, всё время течёт, течёт и не спадает, и ослабевает. Ну, а кончилось тем, что аспирант там влюбился, уехал куда-то на каникулю за девушкой. Ну, значит, Дюаро расхолодился и, значит, эксперимент кончился. Не знаю, может быть, с тех пор в Китайской повторили более далёкое повреждение, но, по крайней мере, в общем, вот такое было доказательство незатухающего постоянного тока. Что касается переменного тока с определённой частотой, то значит, при конечных температурах, если сэри меньше ТС, до температуры конечной больше нуля, для переменных токов существуют небольшие потери. И они исчезают только, когда экстраполируют температуру на нуль. То есть, при нуле температуры нет потери, нет электросопротивления для переменных токов, но, опять-таки, только для токов определённой частоты. если частота токов превышает порядка, ну, в зависимости от разных материалов, если частота порядка больше, чем 10, 9, 10, 14 Герц, то всегда дело идёт с потерями, даже если экстраполируют на нуль. Ну, значит, вот мы познакомились с первым свойством в лице и затухающий постоянный ток. Второе свойство значит, это поведение поведения сверхпроводника в постоянном магнитном поле. Довольно-таки скоро установили, что если к сверхпроводящему образцу приложить магнитное поле, то магнитное поле убивает сверхпроводимость. Ну, можно построить такую фазовую диаграмму, скажем, вот здесь откладывать температуры, давайте температуры будем нормировать на температуру сверхпроводящего перехода, то есть делим температуру сверхпроводящего перехода. Значит, вот единичка, это значит область сверхпроводящего температуры ниже единицы. Так, а здесь значит давайте будем откладывать обезразмеренные магнитные поля, которые зависят от температуры и поделим их на то магнитное поле, которое убивает сверхпроводимость при двуле температуры. Ну, здесь тоже будет единица. Вот у нас получается такая фазовая диаграмма. Здесь будет область связпроводящего состояния, а здесь область нормального состояния металла. Ну, эмпирически было установлено экспериментаторами, которые меряют температурную зависимость, что зависимость критического магнитного поля, вот это поле называется критическое магнитное, от температуры описывается таким законом единица m на dc квадраты. Эмпирический закон. поле что еще значит тут можно добавить? Что еще тут? заметьте, вот c это значит критическое, а m это слово массивное как то есть критическое массивное поле, критическое поле массивного сверхпроводника, у которого во всех трёх направлениях размеры макроскопические. Дальше мы в своё время узнаем, что если будет тонкая плёнка, а не массивный сверхпроводник, то критическое магнитное поле может быть намного больше. Так вот, да, критическое магнитное поле выпускается таким заходом. Раз. Второе замечание. Вот эта фазовая диаграмма, вот эта фазовая диаграмма, она характерна для сверхпроводников, сделанных из чистых металлических элементов. Из чистых металлических элементов. То есть, берём, скажем, абсолютно чистый свинец, абсолютно чистый алюминий, они с плавой. И вот такая фазовая диаграмма для сверхпроводников, сделанных из чистых элементов, это фазовая диаграмма сверхпроводников первого рода. Сверхпроводники первого рода. Почему так названо? Ну, дальше вам станет ядно. Третье. Слышно. Третье. Эффект Мейснила. Иногда напоминаю, что у Мейснила был соавтором, Аксенфель, его сейчас никто не запоминает правильно. Был, наверное, аспирант или лаборант, ну и вот славно осталось участие. На самом деле, этот эффект раньше Мейснила открыл замечательный советский филип Шубников. Вот, поскольку Шубников был признан троцкистом и врагом народа в 38-м году, кстати, расстрелян, то, в общем, приоритет Шубникова в открытии этого эффекта не было зафиксировано, хотя публикация его была немножко немножко раньше. Что за этот эффект? Это чрезвычайно важный эффект сверхпроводимости. Долгое время было такое представление, что сверхпроводник – это просто идеальный проводник с сопротивлением того, равное нолю. Всё. Вот фундаментальное свойство сверхпроводимости сопротивления равняется в лю. Но, если мы имеем дело с веществом, которое является идеальным проводником, то оказывается, магнитное состояние этого идеального проводника является неоднозначным. и оно зависит от того, каким путём мы приходим в какую-то точку, то есть включаем поле и понижаем температуру. Есть два варианта действия. Значит, первый вариант. Сначала мы понижаем температуру, температуру ниже ТС, потом сделаем это в нулевом магнитном поле. Потом включаем поле. Вот такая процедура, когда мы охлаждаем без поля, а потом в поле включаем, называется охлаждение в нулевом магнитном поле. Или в литературе вы видите там назначает Zero Field Cooling в таких первых. Это установившийся ростой термин. Второй вариант действий. Мы сперва включаем поле вот такой же величины, как тогда, а потом на порог уже понижаем температуру. Вот это охлаждение при включенном поле называется Field Cooling. на кривых так и ставят знак Значит Zero Field Cooling или Field Cooling. И вот оказывается, что если мы имеем дело вот таким свойством вещества, то после процедуры вот такой мы приходим в какую-то точку определенную TH, либо приходим в эту точку по принципу H, T, состояние вагнитного вещества будет различным. Это можно довольно легко доказать, используя углогнение акселера. Ну, конечно, когда мы здесь будем прилагать поле H, это поле должно быть меньше критического вагнитного поля с керокровия вето-температуре, чтобы оно поле не очень большое, чтобы оно не угробило сверхпроводимость, иначе не о чем вообще будет разговаривать. Ну, давайте рассмотрим вот такую неоднозначность магнитного состояния с помощью вагнений максового. Допустим, пусть у нас есть какой-то образец шарика. В этом шарике в исключенном поле существует какая-то индукция B, и она, эта индукция B, меняется за сменением внешнего магнитного поля H. Но, если со временем индукция B, меняется, то она, изменение магнитной индукции, генерирует электрическое поле. Есть такое дневное масло, в рот E выполняется в единицу единицы C B O D D. Значит, изменение со временем индукции приводит к проявлению напряженности электрического поля. Давайте, значит, рассмотрим идеальный проводник. И для идеального проводника закон Ома удобно переписать в несколько другом виде. Его, допустим, будем писать не как плотность тока проводимости и напряженность электрического поля, а напишем так. напряженность поля единица на сигма или удельное сопротивление на плотность тока. Но для идеального проводника RО равняется ноль. Что отсюда следует? RО равняется ноль. Отсюда следует, что е равняется ноль. По этому закону Ома. Тогда, естественно, RО E равняется нулю. Ну и тогда производная от индукция от индукции равняется нулю. То есть и что в идеальном проводнике индукция должна оставаться постоянной. В идеальном проводнике из этих уровней марш следует, что индукция должна оставаться постоянной. Ну и давайте проделаем процедуру охлаждения в нулевом магнитном поле и охлаждения в конечном поле. Давайте начнем процедуру, которая называется Вилл Филд Кульм в охлаждении в нулевом поле. Берем образец температуры высшей к цели в нормальном состоянии. Магнитное поле не включено индукция в основном норме и магнит к деферам и на этой ночи. По данной энергичности нет. Индукция ноль. Дополняем процедуру охлаждения в нулевом магнитном поле. Что у нас? Образец переходит в сверх проводящее состояние температура ниже к цели. Поле пока не включено. Б индукция образец пришел в состояние идеальной проводимости. Теперь следующий шаг включаем поле. Поскольку индукция внутри образца измениться не может образец в состоянии идеальной проводимости, значит магнитные силовые линии от включенного поля должны огибать наш так сказать образец. То есть умеренное магнитное поле получается у нас вытолкнуто из образца. Образец оно не входит. Теперь посмотрим процедуру охлаждения в поле. получается такая процеда исходно. Берем тот же образец температуру выше С. Соленоид не включен и тут все равно С0. Включаем поле но температуру не понижаем. Температура выше С. Поле Н. Индукция Н. Значит магнитные силовые линии пронизывают образец насквозь. Теперь значит понижаем температуру. температура ниже ТС. Образец переходит в состояние идеальной проводимости. Что следует здесь? Теперь Т веще ТС состояние идеальной проводимости индукция не 0 потому что в состоянии идеального проводника индукция не может меняться. Значит магнитные силовые линии пронизывают образец. Вот два варианта действий и два разных результата. В одном случае магнитные силовые линии выталкиваются в другом случае магнитные символы образец пронизывают. Ну вот господин Мейснер при скромном участии Ксенфельда проделывал его эксперимента и убедился, что вопреки всем ожиданиям вот эта картинка никогда не реализуются. То есть всегда либо охлаждаешь поле включаешь понижаешь температуру, либо охлаждаешь бесполе всегда в конечном результате умеренные магнитные поля из слева проводника выталкиваются. И поскольку этот результат не является так сказать вот такое все время выталкивание не является следствием оборвала равное 0, то это означает, что сверхпроводник обладает еще другим фундаментальным свойством. В небольших полях индукция у него все время будет 0. То есть что это означает? Сверхпроводник одновременно и сверхпроводник является одновременно и идеальным проводником и идеальный геомагнетик. Идеальный проводник. Одновременно идеальный проводник и идеальный помогнетик. в общем чтобы доказать сверхпроводящий переход в каком-то веществе, если вы хотите опубликовать статью вот вы открыли новый сверхпроводник, то сейчас любая современная редакция будет рассматривать вашу статью при условии, что вы покажете сопротивление не обращается в ноль и индукция так сказать, внутри роста обращается в ноль не обращается в ноль и обращается в ноль и в ноль в ноль и в ноль и института физики высоких давлений. Там научились в свое время делать синтетические алмазы, создавать высокие давления, ну и когда стали получать алмазные наковальни, в которых могли создавать очень высокие давления, возник интерес, ну а если мы возьмем, задавим водород, что с ним будет? Почему было интересно задавить водород? Как вы потом узнаете, а может быть вы помните из статистической физики, есть такая формула БКШ. Критическая температура сверхпроводящего перехода перед ней стоит перед экспонентой, в предэкспоненте стоит Дебаевская частота. А Дебаевская частота обратно пропорционально корню из массы изотопа вещества. И поэтому если вдруг водород станет твердым, а потом металлическим, то если бы в нем возник сверхпроводник, из-за того, что там стояла бы единица, деленная на корень из очень маленькой массы, мы могли бы ожидать очень большого эффекта. Люди надеялись, что удастся получить температуру сверхпроводящего перехода сотни градусов, тысячи градусов кельнина. Ну и поэтому началась большая гонка, целью которой значит сжать водород сперва, перевести его в жидкое состояние, посильнее подавить, переворотить его в твердое состояние, посильнее подавить в твердом состоянии, он сперва диэлектрит, он станет металлом, и вдруг он перейдя в такое метастабильное состояние металлическое начнет сверхпроводить. Ну на что была надежда? Ну вот алмаз ведь тоже метастабильное состояние вещества, тем не менее он живет долго, годами, ну надеялись вдруг загоним мы водород в такое метастабильное состояние, он не развалится, будет долго жить. Ну и вот значит в институте физики с этих давлений когда там достигли давления порядка там я не помню полутора или двух мегапаскалей обнаружили скачок сопротивления сопротивления ноль рухнуло. Все, водород перешел в сверхпроводящее состояние. Ну значит по техническим причинам там было очень сложно померить магнитную индукцию статью значит то есть взяли спешно побежали докладывать на сессию физического отделения Академии наук ура мы получили сверхпроводимость водородия. Ну нашелся еще один человек специалист по высокому давлению он взял ту же установку и стал повторять эти эксперименты. начало он взял туда засунул вместо водорода богатый водородными связями полиэтилен подавил полиэтилен бац полиэтилен перешел сверхпроводящее состояние при тех же давлении картошка тоже перешла в сверхпроводящее состояние ну просто одна экспериментальная ошибка там при таких высоких давлениях очень тяжело работать для того чтобы измерять сопротивление надо в эту камеру высокого давления сделать вводы проводов чтобы так сказать контактами мерить ну оказалось что при высоких давлениях вот это самое пережимало и контакт провод на провод закорачивался как будто бы там не было никакого образца то есть проводимость исчезала ну вот люди хорошие люди пострадали на этой экспериментальной ошибке индукции не было ну теперь давайте значит еще немножко поговорим о магнитной индукции значит магнитостратик известна в ряд таких соотношений между магнитной индукцией напряженностью электрического поля магнитного поля и магнитного поля пишу цепочку равенств которые вам в курсе общей физики писали индукция пропорционально приложена к магнитному полю вот эта штука называется магнитная плотница снаемь индукция образца можно представить как внешнее магнитное поле плюс добавка связанная с тем что так сказать образец еще мобилизует внутренние электроны намагничивается обычно в гауссовой системе единицы я в ней работаю намагниченность добавляется с коэффициентом 4π так в свою очередь намагниченность она тоже пропорционально при не очень таких гигантских полях тоже пропорционально напряженности электрического поля вот эта линейная так сказать распоримчивость ну есть поправки связанные с нелинейной распоримчивостью в высоких полях в общем вот это линейная распоримчивость то есть итог единица плюс 4π значит вот эта намагниченность вот эта беспоримчивость если магнитная проницаемость ню больше единицы то что это значит значит мы приложили к образцу магнитное поле а индукция образца больше не отчеты приложенного магнитного поля но такие вещества называются парамагнитиками то есть то есть то есть внутренне реакции вещества такая что она просто дополнительно усиливает нюх второе мю мю единицы прикладываете магнитное поле а индукция так сказать внутри вещества меньше чем приложеное поле значит внутренняя реакция вещества такая что оно противодействует приложеному полю прослубиваю такие вещества называются геомагнитиками ну и вот если вещества равняется ноль это значит предел идеальной геомагнитикой поле приложили а так сказать реакция вещества такова что оно скомпенсировало внешнее магнитное поле вот сверхноводник это идеальный геомагнит ну давайте посмотрим что будет с вот этими соотношениями которые я вам написал если считать лю равное ноль лю равное ноль так это значит единица плюс четыре тысяч на восприимчивость раздается нулю что отсюда следует отсюда следует что восприимчивость равняется один и три четыре дни вот это так сказать восприимчивость в мейсневодском состоянии сверхноводника состоянии замечательно утверждение что индукция повсюду внутри сверхноводника вон там утверждение что индукция повсюду внутри сверхноводника становится влюбь является некой идеализацией на самом деле на каждом образце помещенном в магнитном поле есть тоненький поверхностный слой где индукция все-таки не огняется нулю грубо говоря если у вас есть цилиндр и вы поместили его в параллельное магнитное поле на самом деле по поверхности сверхноводника есть такой узенький слой порядка 10 минус 6 10 минус 7 сантиметр где индукция В ни кто не помню равняется нулю а вот за пределами этого слоя в оси индукция равняется нулю так вот значит в этом узеньком слое осуществляется переход от конечной индукции вне образца то есть от конечного магнитного поля к нулевому полю вне образца ну вот на этом все про всех милистово так ну давайте еще расскажу я вам следующее ослое сделаем подозрение так 1 и 4 вертого водняки первого и второго рода 1 и 5 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...